Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиосурдники! Еще раз бывший мэр Риги, один из лидеров ЧАС служить Риги, Олег Буров у нас сегодня в студии. Добрый день! Добрый день! Начнем с новости последних дней, которая вызвала очень неоднозначную реакцию, что в принципе следовало ожидать. Одни, в том числе эксперты, удивлены вообще выбранным местом строительства акустического концертного зала. Другие, ну, может быть, их частично обвинить в популизме, говорят о том, что вообще сейчас не время для акустических концертных залов, и, может быть, эти стройки века стоит отложить на лучшие времена. Ну, мы понимаем, что такие дискуссии всегда ведутся. Все-таки мой вопрос по поводу концертного зала, выбранного места и вам, и как бывшему мэру Риги, и как человека, который имеет опыт работы, как в исполнительной власти вы возглавляли департамент имущества, много проектов курировали, и возглавляли комитет Рижской думы по имуществу. То есть, в принципе, вам, вы имеете богатый опыт реализации вот этих культурных проектов. И, кроме того, я был во многих группах, на многих встречах вместе с Министерством культуры, где обсуждались разные варианты строительства концертного зала. Поэтому для меня этот вопрос, ну, я не скажу так, что является для меня незнакомым. Значит, во-первых, я хочу сказать, что я считаю, что концертный зал для столицы Латвии, в столице Латвии нужен, и он необходим. Объясню хотя бы две причины. Во-первых, у нас в Латвии очень сильные музыканты. И это сложилось исторически, и благодаря чему? Благодаря, конечно, у нас есть традиция праздника песни, но одна из основных причин у нас осталась в советских времен, мы, слава Богу, ее сохранили, система музыкальных школ. Система музыкальных школ, которая была создана в советские времена, я знаю, насколько я знаю, ее переняли и Япония, и у них тоже есть такая же система музыкальных школ. Поэтому у нас очень много хороших и сильных дирижеров. Тот же Андрес Нелсон, он руководит одним из самых известных в мире симфонических оркестров. У нас много, на самом деле, дирижеров, исполнителей, оперных исполнителей. Мы все это прекрасно знаем, и поэтому здесь, вот в такой стране с такими традициями, этот акустический зал необходим. Это первое. Второе составляющее важное, он нужен и для привлечения туристов, потому что мы знаем, как ездят очень многие любители музыки на концерты в разные страны Европы, на музыкальные фестивали, специальные концерты. Мы видим вот сейчас, как у нас, между прочим, очень хорошим успехом начал, как хорошо развиваться музыкальный фестиваль Рига Юрмала. И он уже сейчас считается одним из лучших в Северной Европе, лучшим в Северной Европе. И, как я говорил, я сам встречался с меценатом, организатором, главным организатором этого фестиваля, Петром Мавином, которого, все знаете, это очень богатый, обеспеченный человек, но меценат с Россией, у которого латвийские корни. И он говорил, я очень хочу этот фестиваль сделать одним из лучших в Европе. И он взял, на самом деле, лучших менеджеров. И то, что они планировали, в этом году не состоялся фестиваль, но на следующий год они планировали самых лучших специалистов. Тот же Бостонский симфонический оркестр, они все приедут в следующем году. Поэтому нам это было бы очень важно, потому что, поймите, те туристы, которые приезжают на симфонические оркестры, на музыкальные фестивали, они здесь оставляют деньги, они нам очень такие, ну, выгодные не очень слова подходят, да, туристы, потому что, на самом деле, они останавливаются в хороших гостиницах, посещают хорошие рестораны, то есть они, на самом деле, помогают разогревать нашу экономику. Поэтому для узнаваемости Риги это нужно. Вопрос, где? Вопрос, где? И вот здесь, конечно, меня преодолевают, мягко выражаясь, большие сомнения. И вот лучше, чтобы я мог так сказать, ну, не выражаясь эмоционально, вызывает недоумение решение, которое приняло правительство. Как я уже где-то говорил, правительство принимало сейчас очень много быстрых решений, связанных с чрезвычайной ситуацией, связанных с коронавирусом. По-моему, они уже вошли вот в этот раж и, продолжая в нем оставаться, очень приняли решение быстро. Но если они свои решения во время коронавируса основывались на решениях, например, которые говорил нам публично Уга Думпис, перевозчиков, господин Перевозчиков, да, эпидемиологи, профессионалы, то здесь как раз профессионалы не сказали ничего. Политики решили, что лучшие профессионалы в этой области это они сами. И вот здесь, конечно, появляются сомнения. Да, лучше строить концертный зал, я абсолютно согласен с бывшим министром культуры в акватории Даугава. Поэтому у нас до сих пор в плане развития города и все последние больше 10 лет оставалась Дамба, А.Б. Дамба. Одновременно мы все знаем, это очень хорошее место, когда позиционируется хорошо на берегу реки, мы все знаем, ту же Сиднейскую оперу. Это самый такой яркий пример, последний пример, это опера Элба в Гамбурге, где все приезжают, смотрят эту архитектуру. Это очень хорошо, очень красиво. Но мы знаем проблемы с транспортом, подъездом транспорта, там фактически будут постоянные пробки, подъехать неудобно, это был большой минус. Появился альтернативный вариант тоже на берегу реки, это то, что предложили частные владельцы, один из них это потом прозвучало публично. И это в принципе похоронило этот проект владелец земли Андре Шкела со своими партнерами. В нашей стране есть такая особенность, мы с особым таким смаком размазываем, извините за бедность речи, такие проекты и ищем все самое в них плохое и зачастую остаемся ни с чем. И вот мы, раскритиковав Дамбу, перейдя, отлоббируя вначале на первом этапе проект господина Шкела, где он предлагал подарить землю, чтобы вы поняли, радиослушатели, ту землю, на которой сейчас находится статуил. Ну вот там вот, где заправка на экспорт, и тогда идет о ликвидации существующей улицы экспорта, переносе то, о чем говорились, старой улицы экспорта, тогда трамвай можно было бы повернуть, и в этом была бы историческая роль города с каменного моста сразу же по набережной, пустить его не в тоннель, но в такое углубление. И тогда пошел бы трамвай, трамвай бы пошел дальше, это облегчило бы ситуацию пробок около национального театра, когда тут сворачивает трамвай, были бы решены многие другие вещи. В принципе, нам предлагали подарить землю. Вы спросите, а в чем интерес такого успешного предпринимателя, как господин Шкела со своими партнерами? А все очень просто. Земля, которая остается рядом в их собственности, она, естественно, вырастет в цене. Ну и дальше, ну и что? Нам жаль этого. Нет, мы начали анализировать, за сколько он эту землю купил, а где эти деньги он заработал. Ах, это олигархи. И мы все это размазанными яркими, но темными, сочными красками, и этот проект, соответственно, похоронили. Появились другие варианты, разный был. Был парк, узвороспарк, не там, где памятник, а совершенно в другой стороне, ближе к Грино-бульвару, там тоже были варианты. Были другие варианты, но в данном случае обо всем этом забыли, и абсолютно неожиданно появился этот вариант. Я не думаю, что это лучший вариант. Конечно, лучше, как я только что сказал, строить в центре города. Но, позвольте, я, например, был в большом симфоническом концертном зале, акустическом в Париже, который сдан в эксплуатацию, если не память не изменяет, в 2016 году, то есть это один из последних, на большое количество, не помню, 2800, по-моему, зрителей. Он не находится в центре, он не находится в центре Парижа, он находится где-то, ну, я сейчас не могу сказать, но это далеко не центр, я туда на метро проезжал довольно много остановок, рядом парк, но, тем не менее, туда все люди приезжают. Поэтому, если мы сейчас представим себе новый концертный зал в начале улицы Элизабетас, которая узкая, где двухсторонние движения, а дальше посмотрим на улицы с односторонним движением, перпендикулярный Элизабетас, это Аусакля, Виландос, Рупный Цибас. Я не знаю, как будет разворачиваться транспорт, особенно автобусы туристические, автобусы с других латвийских городов, автобусы с других стран, которые будут приезжать, и подумаем, нам сказали, минимум 1400 мест. Только малая часть будет приезжать, приходить пешком, основная будет приезжать на транспорте. Как весь этот транспорт разъедется? По-моему, здесь не произошло одна из самых главных, две вещи главные. Оценка с точки зрения планировщиков, городских планировщиков, готова ли к этому на самом деле вся инфраструктура. И второе, перед тем, как ярко заявить, за эти 3 миллиона мы сносим это здание, ну и там готовим предпроектную документацию или нет, в общем-то 3 миллиона на снос. Раз, а я могу и сейчас сказать, и повторю, я уже за последние дни говорил это несколько раз, я считаю, что это здание можно снести за 500, 600, ну максимально 700 тысяч, но ни в коем случае ни за какие 3 миллиона. Потому что если считать кубические метры, да, то это здание может вылиться в эти суммы. Но мы все знаем, что бетон, его потом разбивают, дробят и используют как щебенку на дороге, и это продают. И поэтому это все тебе возвращается обратно. Металл с этих металлических конструкций разбирают обратно, эти металлические прутья тоже продают. Так это и делается. Поэтому я работаю в департаменте имущества, им руководя, мы больше всего занимались сносом здания, я знаю все расценки. Деревянные дома, потому что дерево не использую, стоит дороже. Каменные, бетонные дома, это все стоит гораздо дешевле, чем считать в кубических метрах. Здесь, наверное, или посчитали, что будет 3-5 каких-то строителей, и потом реальный какой-то там пятый субподрядчик, который будет это реально сносить. Но сумму увеличить всегда можно, это до бесконечности. Но реальные суммы, я сказал, я за эти слова отвечаю. Снос эстрады в межапарке, это тоже очень большой объем, тоже очень большой объем. Стоил строителям порядка 300 тысяч плюс ПВН. Поэтому о чем мы с вами говорим? Вот вам доказательства цены прошлого года. Поэтому, говоря об этом, я считаю, что нужно было, во-первых, принять правительству или парламенту решение о том, что концертный зал нужен, и обеими руками за это нужен. А дальше создать рабочую группу не из политиков, а из специалистов вместе с Рижской думой, Министерство культуры, Министерство финансов, и искать, где эти места. Может быть, участников купить землю и смотреть, где это будет. Например, я сходу могу предложить землю Носканстас 3,2 гектара, которая у нас зарезервирована для строительства центра, научно-технического центра. Ну, как АХ, парк в Тарту, или как центр Коперника в Варшаве. Мы до этого еще очень далеко. Это хорошая, нужная вещь. Но если бы мы решили, что вы готовы сейчас строить концертный зал, пожалуйста, мы эту землю можем отдать или поменять с государством. Пожалуйста, берите и стройте. Почему бы это не делать? Сканстая – это тоже очень новый район, перспективный, пожалуйста. Там тоже можно построить концертный зал. Поэтому это все выглядит довольно сомнительно. Последнее, что я хочу сказать. Да, и, конечно, нужно было сделать, если на самом деле обсудить, сделать конкурс идей, чтобы архитектура была на самом деле современная, хорошая, выдающаяся архитектура. И тогда только говорить. А у нас, получается, снесем, мы до основания разрушим, а затем будем думать. И последнее, что я хочу сказать, извините, вот у своего этого длинного эмоционального монолога. Те тезисы о том, что мы боремся с жертвой коммунистического прошлого, ну, вы знаете, это вообще не выносит никакой критики. Да, это здание было построено, но это здание похоже на очень многие здания. На здание ЮНЕСКО, это здание начала архитектуры, начала 70-х годов. Было построено в многих городах. И если мы хотим избавиться от коммунистического прошлого, ну, тогда почему мы не подъезжаем с трактором и не сносим памятник сталинизму, так называемый дом колхозника, здание Академии наук. Тогда сносим здание на АМАТУ-6, где находится департамент развития Рижской думы, строительное управление, там был СМЕРШ в свое время. Тогда сносим то здание, где находится Министерство обороны. Как наши латвийские генералы могут находиться в здании, где был раньше штаб Привалтийского военного округа, дважно краснознаменного, да, на минуточку, да. То есть, понимаете, ну нельзя, нельзя в данном случае получать себе политические дивиденды таким образом. Это неправильно, да. Поэтому убрать политические эмоции делаем, да. Если мы говорим о том, что нам нужно сейчас греть экономику, ну, хорошо, найдем место для концертного зала. Говорить о том, что это единственное место, куда нужно вложить деньги, нет. У нас есть просто трасса РЛ Балтик, этот весь проект трещит по швам из-за менеджмента неудачного, который был организован со стороны государства, в том числе или в первую очередь. И поэтому туда тоже нужно выделять деньги, иначе мы и этот проект можем изуродовать. Ну вот, извините, что долго, но зато искренне. Да, но все-таки, чтобы вот эту тему закончить, при всем уважении к концертному залу, и к акустическому в том числе, и к симфонической музыке, ведь мы предполагаем, что это будет в какой-то степени дотационный проект. Не очень я верю. И в какой-то степени это будет в полной степени, в полной мере проект дотации, потому что в Доме Конгрессов собираются стоить концертный зал, реконструкцию делать с озвучкой. Это будет зал на 1250 мест, и он будет с озвучкой, с электронным озвучиванием. Это дает возможность многие концерты, там будут исполнители, это будет самая большая площадка, и тут же, например, концерты Рига-Юрмала могут проходить не в опере, как было в прошлом году, но, например, выступать на сцене Дома Конгрессов. Да, и рядом у нас, с другой стороны парка, будет акустический зал. Акустический зал, я слушал пару дней тому назад дискуссию с утра в вашей студии, и вот ваш коллега говорил, там могут быть другие мероприятия. Нет, других мероприятий в акустическом зале не будут. Там не будут ни приемы, ни корпоративы, ни драматические вещи, там только будет акустика, и весь уровень акустики, уровень, так называемый, есть уровень реберверации, он будет настроен только на симфоническую музыку, на исполнителей, ну, оперного плана. Да, давайте прием звонки 612-939, Олег Булов в прямом эфире, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, по поводу концертного зала еще одно соображение. Бугария, перестройки, наше правящее правительство хочет снести не только здание ЦК КПС, но и здание бывшего телецентра, почему-то им стало поперек в горло, и здание бывшей типографии им стало поперек в горло. Если концертный зал, допустим, разместить на Заке встало рядом со старым телецентром, а телецентр перепрофилировать в гостиничный какой-то комплекс, то получится вообще прекрасное решение с двумя мостами на подъезде и с московским мостом, ну, с островным мостом, только что отремонтированным, с хорошей пропускной способностью. Это в голову не лезет, правильно вы сказали, в конце Элизабета сгородить подъезд тысяч машин, где там часто не развернутся на этом пятачке. А если туда подъедет тысяча, две, три, пять человек, там будет вообще не проехать. Ну и тогда общее резюме этого парламента, которое есть сейчас, висит на монобалт инициатива о распуске, давайте, выступайте, все действующие политики, понимающие, что этот стрим несет вообще тяжкие, выступайте в поддержку этой инициативы, собираем референдум и распускаем его. Спасибо большое, извините, если вас вы же и были прервать, вот такое тоже в ответ на ваше эмоциональное выступление. Нет, ну, я могу сказать, что есть еще один, в чем я согласен сейчас радиослушателям. Понимаете, наш интерес не концентрировать город, я сейчас говорю с точки зрения, ну, рижанина и человека, который работал в доме и душой болеет за город, да. Наш интерес не концентрировать все в одном месте, все в центре, в тихом центре или, например, в Старой Риге. Наш интерес развивать другие районы. Ну, будем говорить это с моей точки зрения, может быть, она субъективна, но у нас с вами, друзья мои, центр города заканчивается, например, за улицей Матисса. За улицей Таллина, с Побриви, вообще начинается периферия. Посмотрите, где у нас на нашей главной улице есть какое-то движение коммерческое, с коммерческой точки зрения, например, за Видзамским рынком. Там нет ничего особенного. У нас уже, к сожалению, и на Бриви уже нет больше магазинов. Ну, да, поэтому, ну, а какие есть, становится грустно, потому что это в основном связано с каким-то, ну, типа, секонд-хенда многие. В основном, главная табличка, это не реклама магазинов, а вайпардоц, вайзнома, да. Поэтому, в данном случае, вот вы сказали, закюсало. Тот же самый, помните, тема Луцевсало. В свое время Рижская дума, ну, абсолютно это было неудачное решение, решила продать Луцевсало. До этого у Айна Рашлессера была идея, по-моему, он даже к ней же и Трампа подвигал, Латвегас. Я сейчас не обсуждаю идею, да, ну, что там будут приезжать, играть, уезжать, там, закрытая зона, там все. Разговор не об этом, а разговор о том, что, в принципе, нам нужно использовать какие-то другие территории. Вот чтобы вложить тогда по полной программе, построить все эти высокоэтажные дома, полностью развить Луцевсало, должен был быть миллиард. Да? Вы знаете, если хоть какую-то часть из этой суммы вложат в город Ригу, это прекрасно, это даст новые места, это даст развитие, это налоги. Посмотрите, вот как сейчас представим вот эту территорию Сканстас. Она же рядом с центром города, прекрасная территория, рядом с нашей исторической застройкой, с юген стилем, с тихим центром. Вот вся территория Сканстас, когда она, рано или поздно, будем надеяться, что все-таки рано, она будет застроена, это уже большая ценность этой территории. Это как Ладефанс в Париже, когда относительно недалеко у тебя абсолютно новый район, с новой триумфальной аркой, да? Посмотрите дальше, вот все по Гани-Будамбис мы проезжаем, бывшая большевичка, все эти территории. Эти все территории надо развивать, потому что, ну, там реально предприятия после окончания советского времени, они ушли, они туда не вернутся. Если левая часть Гани-Будамбис, если мы едем из центра, она больше позиционируется под порт, то вот эта правая часть, это территория для развития. И мы, я думаю, заинтересованы такие большие, ну, скажем, якорные объекты ставить где-то не в самом центре, этим мы будем развивать центр и повышать рыночную стоимость, естественно, этого жилья. Поэтому вот, ну, в данном случае, вот это, как говорилось, не мышление, а мышление. Мышление, да. Ну, оно такое, какое есть. Да. Жаль. Да, вот, все-таки, еще говоря, это очень важно, наверное, о развитии города, вот мы уже упомянули, что, к сожалению, такие магазины, какие есть в центре, остались, может быть, торговые центры способствовали вытеснению вот этих магазинов. Но здесь вопрос шире, вы уже неоднократно говорили во время вот таких дискуссий о том, как будет жить Рига вот после пандемии или в свете вот этого экономического кризиса. На вас взгляд, или, может быть, эксперты, честь служителей религии вместе с вами уже начали готовить какую-то антикризисную, наверное, программу о том, что может сделать Рижская дума, ну, не подменяя правительство, разумеется, что все-таки вот эту предпринимательскую активность развивать. Я скажу, но вот слово, я просто подумал, я хочу сказать, может быть, такой, ну, не объявить конкурс, а вот такой опрос среди радиослушателей, потому что я понимаю, что нас тоже слушают, и мне сегодня звонили и говорили, какое-то определенное и постоянное количество вот к нам приходит в пятницу в пять часов. Я сейчас выскажу свое мнение, вот личное свое мнение, как Олега Рижанина. Да. Вот я считаю, что в Риге очень много торговых центров, очень много торговых центров, ну, известных больших вот магазинов. А будет еще и еще, как мы знаем. Сейчас заходит Lidl, вот довольно много, я не помню ни одной страны, нигде, где я видел эти торговые центры, которые еще работают с утра до вечера, то есть в Германии все центры закрыты, все большие магазины закрыты в воскресенье, в субботу они закрываются, по-моему, где-то часов пять, и Карштадт, и КДВ, и все эти большие магазины, они все закрываются в это время, не говоря уже о других магазинах. И вот мне кажется, что нам нужно, и одновременно создание этих магазинов, оно убивает бизнес. Я раньше в свое время жил в Имонте, и когда там вот открылся большой, вот большая это максима, очень большая, все рядом магазины, весь бизнес умер. Остались только продажи надгробных памятников, недалеко от кладбища Лачупа. Ну вот, это такая, ну, очень горькая ирония, да, потому что больше ничего не было, весь бизнес умер. Кстати, в Италии, представители таких центров, эти предприниматели, которые развивают такие торговые центры, должны заплатить компенсацию малому бизнесу, потому что их бизнес умер, и он больше уже здесь не вернется. Вот в данном случае это очень важно. Я бы вообще принял бы решение об ограничении, вот в плане развития города, принятие об ограничении строительства новых таких центров, потому что, если мы говорим о новой архитектуре, вот нужна новая архитектура, у нас там нравится, не нравится, но есть только латвийская библиотека, здание Латвийского университета, а новой публичной архитектуры у нас нет с вами, да, но сейчас мы можем гордиться сложное такое строение, я его даже сравнил, как с нашей эфелевой башней, это эстрада в Межапарке, вот именно такая ажурная металлическая конструкция, да, но это такое уже, ну, как инженерно-техническое сооружение. У нас такой архитектуры нет, зато у нас везде ставятся вот коробки магазина, вспомните, лучшее строение архитектуры, по-моему, 11-го года, это Максима Золитуда, которая потом развалилась, да. Поэтому вот я не знаю, какое мнение Урежан, может быть, даже если кто-то сейчас меня слушает, согласны, не согласны с этим, подскажите, выскажите свое мнение, потому что мне просто, ну, интересно, что на самом деле вы думаете об этом, да. Может быть, надо магазины закрывать и воскресенье. Нам всеми есть куда пойти, лучше мы на самом деле проведем это на природе, где-то в других местах, чем будем как зомби с этими корзинками ходить по магазинам. Говоря о том, что собирается ГКР делать и предложить во время, после вируса, да, однозначно это программа бизнеса, я могу сказать, я из тех, кто считаю, что нужно было помогать всем, я не считаю, что во время вируса нужно было пандемии наказывать тех, кто, может быть, не платил налоги или получал зарплату в конвертах, частично получал минималку. Вы меня извините, если я работник, я получаю зарплату, я не знаю, платит это предприятие налог или нет, я не виноват в этом. Это к работодателю все претензии. Это претензия к работодателю, но я работник, потом хорошо, но обеспечьте мне в нашей стране условия, все мы с удовольствием хотим получать официальную зарплату, не зарплату в конверте, все мы хотим получать зарплату больничную, мы хотим получать пособие по отпуску, нет человека, который сказал, я хочу получать маленькую пенсию. Все мы хотим быть социально защищенными. Но если нет таких вариантов, если создалась такая ситуация в нашей стране, и мы далеко не единственная страна в мире и в Европе, где есть довольно большая доля серой экономики, есть зарплаты в конвертах, ну что делать, эти люди не виноваты. Но это я говорю, это то же самое, что если два человека лежат в палате, у которых констатирован вирус, и одному врач помогает, а другому говорит, нет, я тебе помогать не буду, потому что ты не соблюдал дистанцию и маску не одевал. Справляйся сам. И страховки у тебя нет вообще-то, да. Ну вот, но справляйся сам. Нет, помочь надо всем, а уже дальше потом выяснять, почему создалась такая ситуация, и уже тогда заниматься лечением нашей экономики. Ну сейчас давайте поможем людям, да. Это не громкие слова, но, скажем так, это моя позиция. Поэтому, что может делать самоуправление? В данном случае, конечно, смотреть, социальную помощь оказывать тем, кому нужно. Тоже вопрос по тому же питанию. И дальше мы приняли политическое решение о том, что питание бесплатно для всех категорий школьников и детских садов. Но если сейчас была вот эта отдаленка, так надо тогда честно сказать, что мы с этими деньгами делаем. Или мы тогда вот эту даванную карту будем делать, подарочную карту всем, и все могут на эти деньги, евро 42, получить питание. Или тогда мы говорим громко, нет, уважаемые родители, мы вас кормить не будем, только малообеспеченные, многодетные семьи. Но эти деньги мы двигаем на образование, например, покупаем планшетники, покупаем компьютеры. Но нам четко нужно показать, куда эти деньги идут. Очень важно, я думаю, думать о переквалификации людей сейчас. Потому что много людей сейчас, нам очень важно вообще, чтобы те люди, те рижане, которые не жили в Риге последние годы, которые жили и работали за границей, они приехали сюда. Мне кажется, что многие из них сейчас смотрят и думают, уезжать или нет? Что мне предложит моя родина? Что мне предложит мой родной город? Какие условия здесь? Я уверяю, любой бы с удовольствием жил бы на своей родине и работал, не от хорошей жизни уезжают работать и жить за границу, бросая свои семьи, бросая свои родные, так скажем, места. Поэтому вот тут, может быть, нужно говорить о переквалификации. Да, мои оппоненты могут сказать, это дело государства. Да, я согласен, это дело государства, заниматься переквалификацией. Но в то же самое время, если мы будем сидеть с вами в окопах, в кустах, и говорить, это должно государство, и сами ничего не сделаем, выигравшего никого не будет. Поэтому, как мы организовывали курсы латышского языка все последние годы, и они пользовались большим спросом. Я думаю, что нужно организовывать такие больше бесплатные компьютерные курсы, курсы английского языка. Потому что многих из людей, ну, так скажем, больше из молодежи, молодежь с компьютером на «ты», язык знают, но люди, может быть, ближе к моему возрасту. Да, для них многих это становится проблемой. И поэтому есть вот такая статистика, что самая высокая зарплата в Латвии для людей 42 лет. В международных фирмах, компаниях средний возраст самой высокой зарплаты 39 лет. А люди в 52-54 года получают такую же зарплату, как получают 27-28 лет. И здесь получается, на мой взгляд, определенное противоречие. 52-54 года, вы еще вполне работоспособен, вы еще многие годы можете оказывать пользу себе, семье, государству, своей родине. А вас не оценивают, вы получаете меньше. И это вызывает у людей раздражение, это вызывает раздражение и негативное отношение к государству, к власть имущим. Здесь появляется место для, может быть, популистских движений, появляется негативная реакция. Почему? Вот это такое время, когда мы не все знаем иностранный язык, мы не все знаем компьютер. Поэтому вот обучить людей, дать им возможность на самом деле перепрофилироваться и быть полезными обществу, это очень важно. Вот это, я думаю, это такая большая глобальная тема, там есть много всяких разных уже меньше подтем. Но это то, чем самоуправление должно заниматься. И мы заинтересованы в том, чтобы в Риге декларировать больше людей, которые получают зарплату, которым не нужно пособие, которые получают зарплату, потому что от подоходного налога мы живем. Нам нужно думать, как мы будем зарабатывать деньги, потому что нам нужно увеличивать социальную помощь населению. Но это не секрет, что живем мы за счет подоходного налога и за счет налога на недвижимость. – Да, мы видим, что время, к сожалению, у нас истекает. Но я хочу сказать, что в принципе в дальнейшем мы вот как раз эти предложения, вот это обращение к нашим радиослушателям, надеюсь, что они его услышат, мы как раз сможем и прокомментировать те или иные идеи и предложения для развития Риги. – Пусть там будет домашнее задание. – Да, обязательно пройдут эти праздники, мы встретимся и обязательно поговорим. Олег Буров у нас был в студии, большое спасибо. – Спасибо вам.